Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Бродовиков и Светлана Ладина. Приносим свои извинения за изменения, происшедшие в нашем эфире. Вы видите, мы вышли в эфир несколько раньше и уйдем из него, соответственно, раньше. И программа будет длиться только 10 минут, поэтому будем лаконичны и точны. Но зато у наших зрителей будет возможность немножко дольше посмотреть лекцию Алексея Ильича Усипова. Да, так что вы не в ущербе, мы тоже. Тема для сегодняшнего обсуждения – конфликты в общественных местах. Вмешиваться или тихонько молиться в уголочки. Что мы имеем в виду? Когда в общественном транспорте или в магазине или где-то еще разгорается склока, стоит ли заступиться за невиновного? Или это лишь подольет масло в огонь? Стоит ли попытаться призвать всех к миру и взаимопониманию? Или, например, сказать, что дети смотрят и слышат? Успокойтесь, пожалуйста. Или эффективнее внешне себя никак проявляя молиться и просить Господа, чтобы Он угомонил людей, которые готовы уже вступить в еще более тесные отношения, чем просто словесная перепонка? Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Мы уверены, что у каждого из нас, к сожалению, есть опыт участия или неучастия вот в таких ситуациях. Нам очень интересен Ваш взгляд на то, как надо себя вести. Ваш личный опыт мы ждем. Причем большинство наших зрителей, которые, допустим, описание данного в группе ВКонтакте, приводят к ситуации, когда этот конфликт доходит до крайней точки, когда человека избивают. Когда уже драко, победят драку уже просто непосредственно. Мы, конечно же, только работаем, хотим поговорить о простых ситуациях. Вы едете в общественном транспорте, идут, начинается, но не наступили, намного хватит толкаться. Что же вы там себе позволяете и так далее. Все мы ездим в общественном транспорте. Я думаю, что это тема отдельного разговора. Но при этом в моих случаях, когда было такое, что едешь где-нибудь и начинается какая-то перепалка. Вот в этом мне мелочи. Лучше опять нас давали, что мы других денег нет, и так далее. Понятно, все сталкиваются с такими моментами, говорят, что мы в кармане самому носить неохота. Но зачем портить настроение всем людям, которые сейчас находятся в данном момент с тобой в обществе? Во-вторых, ты еще и портишь настроение, ну, ты, может, кондуктору, с которым ты пытаешься поругать, все еще и настроение портишь самого себя, потому что, как будто ты так пылишь к отношениям другим. Хорошее очень слово. Пылишь. Пылишь. Очень точно. У нас два рук. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, будем в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Это Актина Ставрополь. А вы знаете, я хочу с вами не распределиться то, что, мне кажется, сердце, и вот совесть подскажет человеку в данный момент, вот как его поступить. И вот то, что он, сколько я могу вещать на себе, и когда вот на улице какие-то ситуации, слово, ты про себя начинаешь как бы молиться, и тебе приходит ответ. То есть, в данном моменте, где заступиться, или подручать, или там же не про себя высленно этому человеку, как говорится, о нем можно вступиться. Это в том, что пару таких историй вот конкретных, когда мне, может быть, у нас вступились на улице, и это, можно сказать, даже способная жизнь, и много в случае, когда я наступилась. Поэтому, я думаю, черте, что скажет, но не будет на себя, наверное, позвольте. Очень важно, с вами, с вами, думаю, сказать, согласно и надежно с нашими формами. А вот что пишет. Добрый день. Не пристанно молитесь, призывает Господь. Когда человек всегда молится, то Бог укажет ему, как надо поступить в определенной ситуации, когда надо заступиться либо словом, либо делом, либо вызвать полицию. В полной ситуации с детства мы всей семьей, мама, папа, сестра, я шли домой и увидели, как на улице мужчина жестоко бьет женщину, как потом оказалось, это была она жила. Отец-права решил остановить его с твоей мамой, потом попытался оттащить его от лежащей в поле женщины. Когда давно вскочил, он летел на отцов с кулаками и с криком «Обстаньте от моего мужа! Вместе в нашу жизнь!». И хотя до этого я просила о помощи, я разобралась и ушла подальше от этой парочки. Но несмотря на такой опыт, все равно уступаюсь, забежаю их, иначе не могу. И, кстати, в моей парнике тоже есть такой рассказ, и для знакомых, которые внишались в воду в семье, но и в сон, когда действительно кричали, там, убивают, насилуют, там, ну, разные такие. И помогите! Помогите! Призывы были, когда человек вступается за того, кто, является в данном случае жертвой, это может быть и мужчина, и женщина, в принципе, то оказывается так, что супруга просто кидаются на этого человека и уважают, ну, в общем, вся их страсть перетекает просто плавно на совершенно стороне, у него проходившего человека, который хотел стать миротворцем, но вот стал, может быть, потерпевшим. А знаешь, Владимир, скорее всего, это дело в том, что обращают наши умания до зрителей, и написавшие, и позвонившие, то молиться, а потом говорить, то молиться, а потом действовать. А когда у вас пылу, жару так, эх, и у этого она, думаю, прилетает. Ответ на полу на звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, мы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Дмитрий. Звонит, разговаривает Ольга Ивановна, с Рамбольской области. Вот два своих случая, которые подошли не так давно. Я шла в районный центр, и в коедине меня шли, если это было ученики, и вот трое занимали одного, одного мальчика, он намного меньше роста, намного слабее. Их уже, ну, в общем, там такая неприятная ситуация, если вы шпиковали, шпиковали, и сменялись над ним, я к ним подоставлю, как вам не стыдно, вы трое, но одного, то попробуем с одним сразиться. Я говорю, вы трусы, вы трусы. И они от него отстали, и дальше шли с дорогой, молча, и шла немножко поток перед них, они с дорогой, и молча. Я считаю, что я правильно вмешалась, пусть они знают, что у них найдутся люди, которые будут заступиться. И еще один случай, я выходил в нашу дому, пьяные ребята дрались, а я вышла из подъезда, увидела драку, подошла, и мы их так не закричали, говорили, вызвали милиции, говорю, быстро разбегайтесь. И они разбежались. Ольга Ивановна, огромное спасибо. Спасибо. Вот пример действия. Причем, это все напоминает безречение о том, что самое страшное – это равнодушие, потому что все преступления происходят с молчанием от нашего согласия. Мы попробуем зачитать, успеть нас три минуты, но здесь очень интересное. Ольга Ивановна как раз-таки подобную ситуацию описывает когда-то о том, что все это зависит от ситуации. Мне кажется, что не может быть единого принципа на все случаи, но когда-то лучше молча помолиться, чтобы им провоцировать дальнейших, дальнейших скандалов на их случаях, помолчав, рискованно сыграть роль священника или эмита из плеча на насердном самарянине. Вот вы по мере жизни уже знакомы, когда она была в подростковом, в возрасте лет 14-15, у нее был такой случай, правда, на совсем общественном месте, она шла, где она через пустые, через пустые или сумерки, а уже почти тем не прохожих, нет, вдруг она видит трое мужчин, один из них сидит на земле, двое стоят напротив, грязные ругаются и время от времени пединают, сидящего по голове. Девушка подошла и начала просить тех, чтобы они оставили несчастного в покое. Ради Господа, те растерялись, спросили на родственнице, ли она ему. И оказалось, что нет, она еще раз попросила, ради Бога, оставить избивая его. Мужчины предберялись, и один из них сказал, ладно, пошли и ушли. Страшно подумать, что было бы, если бы девушка не вмешалась, а в обществе молитвы прошла мимо. Ты всякая девушка, отважная. Вот она по-христиански отважная. Ну, звонок, давай попробуем, не спать. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, мы в эфире. Знакомимся, и ваше честное мнение, только очень быстро у нас две минуты осталось. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Дмитриевна, брат и сестра Вокристина, я люблю англичный. У меня... Да, я слушаю, меня идет. Говорите, пожалуйста, на еду ходит. Ну, я была, ну, была несколько таких случаев. Однажды я просто перекрестила куллибрана в лицо, и он замолчал. У меня на плеческой руку, у меня, ну, не помню, никакой степени. А однажды, вот, после, приехал Тома Кондрактова, где оснащили кулку, что я не буду расставить. И я молилась, потом она устраивала, потому что просила зайти на жалоба водителя. Я говорю, я говорю, что он не узнал, где-то зайти на жалоба водителя, что он пролетит. Он раздражал, забежал, когда у него в этот клубок растут, я кидала, вот так вот я вскочила. Все, вот сидите, и подала руку вверх, и говорю, и мне, ну, что сейчас так и кратите. И вот этот парень, который был за пищиком, опустились, у него руки ставят и сидят. И водитель взял его вот так вот руку, вот руку, вот это все. Я иду, 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 я иду. Владимир Усидельников, Екатерина Непочартова, Виктория Рускину, за участие в обсуждении не успеваем зачитать то, что вы написали. Написали, интересно, друзья, зайдите на нашу страничку ВКонтакте, почитайте там действительно то, что можно использовать и в своей жизни. Тот опыт, который можно перенять. Спасибо вам за участие в программе. С вами был Дмитрий Протовиков и Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». У нас было завтра. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok